Привет, ребятушки! Ну что, хотите попугаться? Тот, кто хочет специально для того, у нас есть видеоигра под названием Синдром. Это симулятор выживания, ужастик такой, хоррор-севайвл. Про звездолеты, космические станции, про то, как что-то, нечто пожрало весь экипаж. Видите, вот внизу написано Embargo Dates. Короче, игра еще не вышла, и поэтому на нее эмбарго наложено, да. И еще она, поэтому не хочет записываться. Да, пришлось тут немножечко поплясать с бубном. А еще, а еще, у нее нет русского языка. Несмотря на то, что в Стиме сказано, что русский язык должен быть. Субтитры и перевод интерфейса. Ничего подобного, видимо, потому что игра еще не вышла. Однако же, давайте уже начинать. Млечный путь, похоже, какой-то. Так, ах, Жизель-667. Обознался, извини. Как я мог ошибиться? Идет обсуждение. Так, что там у вас случилось? Чужие? Возможно. Так, полетели. Какие-то спецэффекты. Игра очень похожа на Сому. Сома такой, шведский, шведский ужастик от Frictional Games. И еще очень похожа на Alien Isolation. Так, тут у нас чего? Чего-то, чего-то. Чего-то, давайте пропустим. Но при всем уважении к Alien Isolation. Точнее, к синдрому Alien Isolation. Покруче. Там все-таки Sega. Там много денег. Ну, а здесь у нас денег много, да не очень. Ну, вот. Вот так вот выглядит игра. С оптимизацией полный порядок. Нажимаем вот сюда. И Unlock Door. Хорошо. Прекрасненько. Так, 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 так. Открылась дверь. Так, найдите... What's going on? Что происходит, интересуется? Интересуется система. Точнее, да. Заставляет нас интересоваться. Ну, вот видите, как все это выглядит. Ну... Чистый... Закрыть чего-то. Чистый Сома. Просто чистейший. С оптимизацией полный порядок. Никаких подсказок. Ничего. Поэтому... Поэтому тут упор еще и на головоломке. Хотя есть еще здесь и элементы шутера, конечно же. Ну, вот. Нам, похоже, нужно... Нам нужно... Вот, похоже, вот сюда. Лобби. Но дверь закрыта. Поэтому, чтобы эту дверь открыть... Вот у нас слева внизу, смотрите. Два индикатора. Индикатор жизни и индикатор... Бодрости. Так. Есть. Еще, похоже, нужно... Где-то чего-то найти. Ну, давайте побегаем. О! Objective updated. Нажимаем на L, чтобы увидеть. Ммм... Покиньте эту территорию. Хорошо. Хорошо. Тебе хорошо говорить. Так. Вниз. У-у-у-у. Ага. Запустение. Запустение и темнотища. Так. Тут у нас чего? Чего? Ничего. Не очень с интерактивностью, вот, как бы, окружающих объектов здесь. Но игра, скажем так, прямо сделана не за много миллионов, миллиардов долларов. Поэтому, как сделано, так сделано. И в целом, это уже вторая игра за сегодня. Первая была Орагами, которая прекрасно локализована. И за это разработчикам большое Гран-Мерси. Так. Ну, мне явно не сюда. Явно не сюда. Короче. Ходим-бродим. Нужно будет, похоже, 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 найти где-то какой-то терминал, который открывает последнюю дверь, которая открываться не хочет. Ну, и это, конечно же, только самое начало. Дальше будет гораздо интереснее. Я думаю. Так. А, вот еще что-то. Так. Логшипс. Так. Логи. Логи. Корабельные. Ну, это вот, вы знаете, когда выйдет уже версия готовая. Финальная. Ох ты ж, нифига себе. Выжила 7. Травмирована 3. Погибла 344. Угу. Больных нету. В анабиозе тоже никого. Секьюрити. Анлок. О, да. О, лобби эксит. Дверь открыта. Ну, что ж. Сейчас бы не забыть. Ага. Налево. Понял. Бежим, 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 бежим. О, открыта, открыта дверь. Темно. Вот мне темно, а вам, наверное, вообще темнотища. Так. Ну, что ж. Новая загрузка. Проверяйте шкафчики. Говорит нам система. И находите объекты, похожие на батареи. Боеприпасы. Или аптечки. Ну, что ж. Сказано, сделано. О, посветлело. Точно сома, ребята. Сто процентов. О, и кто там? Я здесь. Кто это? Это командир Номи. Я часть марии детализации бюджета Валгенберг. Идентифуй себя. Пока идет загрузка, нам нужно будет беседовать. Дверь не открывается. Мы думали, что ты был dead. Я просто встал от крео-сна. Я, короче, проснулся из крео-сна, вышел, да? И ничего не знаю, ничего не видел. Я не помню. Но, наверное, эффект крео-сна. Ты должен быть в порядке в несколько часов. Короче, это Ниоми, похоже, или какой-то робот, или, наоборот, она померла уже давно. Какой-нибудь замес наподобие, как в Соме был, да? Так. Что ты имеешь в виду? Гейлен, я требую тебя фокусироваться. Я встал в подсадке этого корабля, с некоторыми моими людьми. Ага. Короче, надо перезапустить им двигатели. Ну что ж, хорошо. Будьте осторожны. Дверьте. Будьте осторожны. Я должен бросить контакт, или они найдут нас. Они? Кто они? Кто они? Спрашивает. Так, ну что, открывайся уже. Пора. Отсканировали меня. За бесплатно. Ну что же, двигаемся. Оу, можно упасть. А это уже, знаете ли, похоже на Doom. В частности, на Doom 3. Да, 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 да. Здесь, насколько я понимаю, вообще, можно даже еще и стрелять, постреливать глазами в эту Неоми. Ну, а из оружия во врагов, которых еще пока я не вижу. Хорошо, что ты подсвечена. Если бы ты не была подсвечена, я даже не знаю. Так, не могу ждать увидеть Дэйва. Я люблю его так сильно. Два месяца от РП. Все, финиш. Поехали дальше. О, робот. 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 Ты хороший робот, как в Half-Life 2. Или ты робот плохой? Так темно вообще. Так. Комната Криосна. Инженерная. Двигательная комната. Да двигательная комната. Я хорошо сказал. Так. А ну давай. Сейчас он ставит руку. Так. О, сейв. Офигеть. Давайте. Йес. Так. Вейкинг ап. Пробуждение стало быть. Ну, хорошо. Двигаемся далее. О, да. Телевизор и электричество есть. А вот кровища. Кому-то было очень плохо. Так, читаем дальше. Доктор Вобок продолжает беспокоить меня, значит, с психологическими отчетами. Короче, ясно. Потихонечку вгоняют нас в сюжет, но мы не будем в него вдаваться, потому что все на английском языке. Смартфончик. Так, а это чего? О, Security Key. It's Processing I. Нажимаем на I. О, у нас появился инвентарь. Я это называюще. Щевентарь. Так. Ну и еще у нас тут. Activate. Угу. О, нельзя. Enable to Power System. Manual. Так, вручную что-то надо перезапускать. Терминал 1 и 2. Ну, это мы уже... We are... Мы все умрем! Так. Ну, ладно. Это понятно, да. Так. Элеватор. Наверное, пшеничный. Зерновой. Доступа нет. Ну, это понятно. Ну, что? Куда попремся? Сюда или сюда? Давайте сюда. Опа. What the fuck? Надо было сказать. Ну, не хватило немножечко. Так. О, что-то лежит. Что-то мы взяли. Нет? Вы нашли немножечко еды. Еду, я так понимаю, нужно подлить. Что же это за еда? Куки. Печенечко. Хорошо. Так. О, серьезно. Серьезно. Вы знаете, вот честно скажу. Пока клепали сому. Пока вот ее делали. Много было новостей. Просто очень много новостей об этой игре. Так. А ты не прыгаешь, нет? Застрял. Не хочет проходить. Ладно. Очень много новостей было. Ну, и как-то так. Я ждал. Там даже о ней сам писал периодически. Вот. А о синдроме я не слышал ничего, пока разработчики не дали нам ключ. Понимаете? А игра я так вот, я так погляжу. Ничем не хуже Сомы пока что. Так. Дверь разбита. Нужно найти другой путь. Сюды. Хорошо. Как-то вот сразу с ходу нас, нам показывают, что локации разветвлены. Хочешь налево, хочешь направо. И чем дальше ты уходишь, тем больше разветвлений. То есть, никакой линейности. Ну, вот эта комната просто познавательная. В ней ничего нету. Я таких линейных комнат уже навидался. Так. Дверь закрыта. Ладненько, ладненько. Так. А тут no power. You have no power. А-ха-ха-ха-ха. Так. Ладно. Пошутили и хватит. Идем сюда. О! Я куда-то зашел. Чего у нас тут? Нажмите E, чтобы открыть люк. Хорошо. А это у нас чего? О да. Так. Система в оффлайне. Anonable. Хм. Ну, ладно. Это я так понимаю, я врубил сейчас один из терминалов. Прекрасно. А еще раз, если вырубить уже нельзя? Нельзя. Ну, хотя бы так. Так. Робот. Ну, ты пока какой-то неактивный совсем. Так. Анимация рук. Прекрасно. Так. Нажимаем C и поползли. Чужой навстречу. Вау-ау-ау-а. Да, если бы это была игра Гайде или Гайди, как ее называют. И это было бы сейчас от третьего лица, было бы гораздо круче. Мы бы сейчас видели... О, нас пугает, пугает, пугает. Мы бы сейчас видели форму главной героини. А так ничего не видим. Глюк, короче, поймал графически. Все точно, как в Соме. Просто точно. Кстати, обратите внимание, как вот так порционно, рывками двигается наш герой. Видимо, разработчики сами решили поползать по такой узкой вентиляционной шахте. И они знают, что вот... Короче, у них ползать получалось именно вот так вот. Так. Ииии, мы ехали, ехали. Наконец приехали. Поднимаем. Так. Опять какой-то Дэйв. Чего-то, то, чего-то. Так. Мы начнем новую жизнь вместе с ним. Хорошо. Понятно. Начнешь. Так. Дверь закрыта. И вот это, я так понимаю, я нашел новый путь. Ну, достаточно просто. Так. Энэйбл терминал номер два. Номер один. О, е. Хорошо. Энэйбнули. Зайти? Нет? Нет. Ну, что ж. Пойдем энэйбовать дальше. Сейчас надо ползти назад. Сейчас нам точно, чтобы нас развлечь, потому что ползти долго. Сейчас какая-то тварь нас тут напугает. Но сожрать не должна, потому что оружия у нас вообще нет ничего. Ну, а мы ползем, ползем, ползем. Светло и то ладно. Графика, кстати, вы знаете, неплохая. Я как-то на скриншоты посмотрел. Ну, думаю. Какое-то очередное инди-периинди. Нет, ребята. Хорошая игра. Тот, кто заигрывался в СОМУ. Тот, кто заигрывался в Эллен Изолейшн. Прошу любить и жаловать. Превосходное. Превосходное. Мы сейчас еще посмотрим. Мы же сейчас еще увидим этих, как их, монстров. Монстры-то никуда не делись. Они же тут. Так, тут я был. Мед, пиво пил. Тут тоже ничего. Нет? Открылась? О-о-о. А, ну да. Действительно. Сейчас мы запустим свет. Да будет свет, сказал Электрик и перерезал провода. Ну, давай. Активейт. О, да. Ну, это не значит, что прям сейчас свет тебе будет гореть. Просто что-то мы включили, и какой-то механизм сейчас заработает. О! Дал, дал свет. О, закрыто. Сейчас нас будут пугать через вот эту вот штуку. Сто процентов. Ага. Подключился новый чувак и говорит, что вот эта вот женщина, Ниоми, она, в общем, с ума сошла, и она поубивала всех. Да, и не верь, короче. Но я сразу так подумал, что это Ниоми, наверное, будет главным злодеем, потому что нам сразу как-то так ее фотку дали. Вот этот, например, без фотки разговаривает. Нет вот аватарки. Короче, исправляет двигатель, и надо валить отсюда. О-о-о. А, пере... Даже не исправить, а перезапустить. Так, и что нам теперь надо? Да, перезапустить Энжин. А Энжин у нас в комнате Энжинов. А Энжины у нас... Где у нас Энжины? Энжин Рум. Ну, наверное, сюда. Хотя я тут был. Мед пиво пил. Давайте пойдем вот сюда, где меня как бы, может быть, и не было. Ой, мать твою, так. Там какая-то херня. Вы видели ее? Так, а я сохранялся. Давайте еще раз сохранимся. Чем черт не шутит, а? О, да. Хоть не так, как в Гайде, нету, знаете ли, лимитированных сохранений. Сердце стучит. Наш герой... Пыхтит. Боится. Эр Медикал. Ну да, точно какая, какую-то тварь мы увидели тут. Так, 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 так. Ну, конечно же, надо нам найти какие-то, видимо, штучки, дрючки. Да, код мы так не отгадаем. И нигде он не написан. Так. О-о-о. Так, ну это робот, ладно. Хорошо. Мелькает свет, неприятно смотреть. Ну, та штучка, которая нас испугала, она просто нас испугала. О, смотрите, вот. Ребята точно играли в Alien Isolation. Там можно было такое делать. Вот в Соме нельзя было. Сома так, игра, попроще. А в Alien Isolation можно было прятаться в шкафчике. И чужой ксеноморф доставал нас из шкафчиков все равно. Вопреки всем надеждам. Доставал из шкафчиков. Ну, не всегда, конечно. Но если откровенно, некачественно затихаришься, то доставал. Так, обыскать тело. Nothing. Ничего полезного. Хорошо. And nothing else matters. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. О! Нет. Нам нужен пароль, ребята. Пароль. На горшке сидит король. Ну что? Куда дальше бечь-то? Оружия у меня нет вообще никакого. Ну, это значит, что никто сейчас меня не будет есть. Это тоже хорошо. Комс контрол. Какая-то управлялка. Управляющая чем-то комната. Так, ничего у нас тут не работает. А, нет. Вот шкафчики. О, ничего. А тут? А тут? А, это я залез в шкафчик. Ну, ладно. Будем считать, что сделал очень умно. О, кстати, вот этот шкафчик. Угу. Ничего. Ладно, ладно, ладно. А карты нету. Все за правду. Все как положено. Никаких тебе карт в Alien... И прыгать нельзя. В Alien Isolation хотя бы там можно было находить в секретных комнатах чертежи космического корабля Севастополь. И там эти самые чертежи можно было загружать. Короче, их... Нет, не проходит. И видеть хоть что, куда бежать. Хоть чуть-чуть. Здесь ничего такого нет. А, фу ты, блин. На кнопке Tab. Ну, конечно же. А я уже рассказал, что думаю... А, ну, думаю, нажму-ка я на Tab. Все тут есть. Пожалуйста. Вот он, я. Угу, угу. Ну, ладно. Я даже не знаю. Так, тут мы были. Химическая лаборатория. Химическая лаборатория. Ну, давай. Микроволновка. Ничего в ней нету, в микроволновке. Ничего, ничего. О! Так, мы не можем открыть без специального инструмента. Где же этот инструмент специальный взять-то? Я даже не знаю, что это такое. Какой-то мультитул надо искать. М-да. В... При загрузке игры нам вот система сообщила, что бойтесь вот этих вот... Горячего пара, который из трубы валит. Ну, что ж. Хорошо. Хорошо. Так, возвращаемся. Мы сюда. Что-то я недоволен моим походом в эту локацию. Ничего я тут не нашел совершенно. Так, ну, а здесь-то я уже бывал. Эта штука не открывается. Это я уже понял. Как-то темновато. Темноватенько. Так, ну а что у нас тут? Да. Похоже, что похоже, похоже, нужно будет все-таки идти сюда. Здесь же у нас engine, да? Engine room. А нам engine нужно сделать ему рестарт. Ну, хорошо. Так. Это у нас не то. Давайте, кстати, карта воспользуемся. Что тут можно понять? Engine где? 13. 13, 13, 13. Ага. Сейчас идем прямо. Выходим, идем налево. И идем прямо, прямо, прямо. Хорошо. Входим прямо, идем налево. Правильно? Правильно. И вон там engine впереди. О! Какие-то звуки, слушайте. О! Живой, смотрите. А, недолго, да. Недолго музыка играла. Что-то нашли. Ничего не нашли. К сожалению. Моему. Так, что-то engine уже есть room. А куда? Ну, а здесь у нас? Ага. Заклинило. А вот если бы это был бы Doom, сейчас можно было бы вот так вот, опа, и поднять вот эту дверь. Но, к сожалению. К сожалению, дверь не поднимается. Да, если бы был бы Doom, тут бы сейчас вообще бы все проблемы были решены. и наш герой не сопел бы так. Он бы, аааа, он бы мочил бы всех. Разрывал бы им рты, пасти, отрывал бы конечности. Джимми, пожалуйста. Кто это? Джимми? Что происходит? Есть dead body, Джимми. Джимми сейчас нас ведет в курс дела, конечно. Агент X-Play. Не могу объяснить сейчас. Жаль, жаль. Я надеюсь, что вот после релиза игра все-таки получит нормальную, хотя бы, хотя бы титровую локализацию. А в этот шкафчик можно влезть? Ну, нет, хорошо. Это было бы ненатурально. Короче, мы зашли в эту комнату и активировали скрипт с диалогом с Джимми. И ничем мы не можем... А вот смотрите. Я толкнул бочку, бочка упала. Однако же... Однако же небольшая интерактивность присутствует. Так, поменялись у нас задания. Найдите... Че тут? Че тут че? Найдите карту доступа в медицинской чего-то отсеке доска номер 5 и найдите инструмент... Ммм... Четыре. Хорошо. Хорошо. Ну, однако же пойдем искать. Не обещаю, что я дойду куда надо. Так. Так. Четыре и... Как там ты сказал? Четыре и пять. Четыре и пять. Ну и ладно. Я сейчас в тринадцатом. Угу. Ну, насколько я понял, мне вот нужно вот туда вот в центр. Это мы сейчас выходим налево. Идем-идем прямо, потом идем направо. Хорошо. Так. Мы сейчас идем чуть-чуть сюда. Сворачиваем сюда. Правильно? Нет? Нет. Неправильно. Вот сюда теперь, да? Да. Выбегаем. Вот этот робот, конечно, просто пугает. Стоит такой... Как пугало. Так. Бежим, 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 бежим. Так. И потом, потом, похоже, похоже, немножечко, немножечко налево надо будет завернуть. Так, правильно, да? О, слушайте, какая хорошая штука карта. Без карты здесь был бы просто мрак. Кстати, вот индикатор бега здесь есть, который, который заканчивается. Он говорит о том, что здесь придется убегать от врагов. Да, ребятки. Так, все-таки вот тут вот что-то может быть, все-таки должно быть, потому что мы сейчас поговорили с тем чуваком. А, ну да, вот эту штуку мы должны открыть каким-то образом. И, наверное, инструмент для открывания находится не здесь. Может быть, присесть? Может... Нет, но здесь такой пол. Тут на полу вряд ли что-то было бы. Значит, идем дальше. Дальше у нас кабинет номер 4. Может быть, в нем или его открыть, наверное, не получится. А, тут даже еще и перекрыли, к нему еще и дойти не получится. Ну, ладно. Мы не гордые. А, и тут никак не пройти. А, ну все, понятно. Ну, опять же, как-то вот совсем нереалистично. Смотрите. Крики какие-то. То есть, чтобы мне попасть вот туда, я так якобы не могу туда попасть. Мне надо сейчас вообще сломать все ноги, сбиться с копыт, найти-то этот ключ, достать его и вылезти. Ну, сделай бы уже здесь какую-нибудь стену, да? Такую вот сплошную. Нет, сделали какой-то дебильный поребрик, через который любой дурак может перешагнуть и правильно сделает. Ну, ладно. Ладно уже. Так, тут-то я был. Тут я был. Еще одна познавательная комната, в которой... О, это что у нас? Ничего. В которой непонятно вообще, зачем она нужна. Так, однако же... А, и тут все перекрыто. Ты смотри. Печально-печально. Я, получается, застрял, застрял в... Может быть, в комнате 6, и вот за комнатой 6, там есть такой тупичок. А ну, давайте-ка мы сейчас развернемся. так... Прямо носом. Прямо носом. Теперь сюда. Да, но эта комната закрыта, к сожалению. А мне туда по-всякому надо. Нет, не пускает меня туда, к сожалению. Увы и ах. Значит, возвращаемся. Ну вот, теперь начинаются большие такие проблемы. Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Я даже не знаю, как это выглядит, штука, которую я ищу. Она может быть где угодно. Она может где-то вот так вот лежать просто вот. Просто на земле, на полу. И как я буду ее искать, совершенно не ясно. Этого я обыскал. Обыскивал. Этого. А, нет, вот этого я еще не обыскивал, да? Ага, нашел немножечко еды. Ну, хотя бы так. Что тут я нашел-то? Гамбургеры. Наверное, очень вкусные и съедобные. Так, ну и вот он я тут опять и снова. Странно, странно, что нас не пускают. Может здесь что-то есть все-таки. Может что-то я просмотрел. Ну, короче, игра, вот любая игра, подобного плана, она рано или поздно доходит до того, что вот мне, ну или там любому, кто проходит ее, приходится сталкиваться с вот этой вот проблемой. Непонятно, куда идти, что дальше делать. Ну и я, к сожалению, вынужден констатировать, что наверное, на этом мы будем заканчивать, потому что я сейчас найду эту штуковину, да, которая можно открыть, вот эту самую, вот, вот это. А вам будет потом неинтересно, а так я вам предоставляю эту возможность. Вот если вы найдете, потом расскажете мне, где она была. Ну, а моя задача была показать вам игру под названием Синдром. Показать и рассказать о ней, что знаю. Ну, что я в итоге о ней узнал? Игра прекрасна. Я не знаю, почему ее не рекламировала западная пресса, почему о ней молчали вообще. Гранды игропрома, так сказать. Она не хуже Сомы, как по мне. Может быть, у нее там не такой сюжет будет, я не знаю. Графика у нее превосходная. Оптимизация замечательная. Ну, не знаю. Сюжет есть, есть. Что еще вам надо? Совершенно непонятно. Стоимость игры я, к сожалению, вам назвать не могу. Может быть, эта штука лежит там и мне надо найти код. Тогда нужно код подбирать. А, вот смотрите, вот тут, вот что-то я тут был, нет? Ну, да. Что-то у нас тут. Так, это уже было. Я здесь, по-моему, был. Был, 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 был. Может, просто не все обыскал. Да, так вот, с графикой прекрасно, с сюжетом, наверное, тоже неплохо. Я думаю, что после выхода официального она получит такие русскоязычные локализации, хоть какую-нибудь. И играть станет интереснее и удобнее. Ну, и приятнее, конечно же. Вот опять этот робот. Сдается мне, что где-то вот здесь должны быть вот эти вот штуковины. А, вот, слушайте. А что тут-то у нас? Лифт. О, ах, а, вот что-то он от меня хотел. Он хотел вот сюда, чтобы я... Это у нас не комнаты были, а это у нас были этажи. Обалдеть. Ну, давайте еще немножечко побегаем. Так, едем. Меня смутило, знаете ли, вот название комнат. А, тут совсем другое. Смотрите, а вы видели, сколько этажей? Если не видели, я вам сейчас покажу. Смотрите, 8 штук. Вот это вот четвертый. Смотрите, сколько тут комнат. Офигеть. Игра большая. Не маленькая. Игра здоровенная. Большие у нее локации. Полноценное такое звездолетище. Ну, вот, я единственное, что боюсь насчет того, что вам будет темновато. Поэтому вы, когда будете играть, врубайте... О, там какие-то ребята стоят. А ну, пусть меня, может, съедят уже, в конце концов. Роботы, вы что ли? А, висят. Ох ты ж, боже мой. Какой-то массовик затейник их подвесил. Обыскать нельзя. К сожалению. Ну, хотя бы двери открываются. Так, ну, а здесь сейчас что-то, что-то будет. Ничего полезного. Так, и мы нажимаем сообщение 1. Ну да, вот здесь написано. Цифра 4. Ножи, два топоры, один какой-то, какой-то факел, и третий это фонарик. Хорошо. Что мне это дает? Совершенно непонятно. Но, вы знаете, локации здоровенные, проходить их можно очень-очень долго, а летсплей у нас аж не резиновый, аж никак. Так, security camera. Сейчас мы что-то увидим в нее, нет? Нет, ничего мы не увидели. Ну и ладно. Все, ребята, это была видеоигра под названием Syndrome. Симулятор выживания ужастиковый в стиле Soma, в стиле Alien Isolation. Такой космик, о, вот, вот эта штука. Нет, нет, а, это какая-то лечилка. Космический что за звук? А, осторожно говорит. Ну да, пар, пар пошел. Вот, и первые, вот, и первые. А, вот, монстр, пожалуйста. Ну, монстр, съешь меня. Хотя бы не будет так скучно. Нет, монстр, монстр исчез. Ладно. Короче говоря, в космическом антураже бутылки. А, вот так мы можем отпугивать, наверное, или наоборот, привлекать внимание чудовищ. В общем, не дают мне договорить. Знаете, игра отличная. Мне игра понравилась. Для поклонников жанра, но она не столько страшная, знаете, сколько, вот, сложноватая. Ну, хотя, да, и пугают периодически тоже. Сома, например, тоже была не очень страшная. Хотя, временами, да. О, я умер. Ну, да, надо, надо же было, надо же было воспользоваться лечилкой. Что-то я стормозил. Ну, да ладно. Короче, ребята, это была видеоигра Синдром на видеоканале Gaming Online. Прошу любить и жаловать. А сейчас всем спасибо за внимание.